ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В сутки число заболевших составило 24 человека, тогда как за 3 месяца, март, апрель, май, в городе мы наблюдали всего 26 человек. За последнюю неделю количество заболевших составило 105 человек. В данный момент инфекционные станционары, коечный фонд заполнен почти на 43%. Хотел бы отметить все это в результате того, что, к сожалению, не все наши граждане соблюдают масочный режим дистанцирования, не все субъекты, которым было ограничено время работы и требования санитарных правил не соблюдают. Все приводит к тому, что количество заболевших, конечно же, растет. Хотел бы отметить, что для усиления мер контроля за соблюдением масочного режима, дистанцирования, соответственно, местная полицейская служба уже получила поручение к тому, чтобы усилить меры к тому, чтобы люди в общественных местах, в местах, которые прописаны, обязательно носили маски и соблюдали дистанцию. Все это приводит к тому, что было принято решение, к тому, что мой город выставляет 5 блокпостов. 5 блокпостов будут ориентированы на то, чтобы в первую очередь пропускать будем, конечно, медицинский транспорт, людей, у которых есть документы направления в медицинские учреждения, аварийные службы, объекты службы жизнеобеспечения, они, конечно же, будут проходить беспрепятственно. Для этого создается в течение двух дней, мы создаем базу всех предприятий, которые будут включены в списки людей, списки номеров транспорта, которые будут работать в этом режиме. Соответственно, будут проходить только те, кто имеет ПЦР-тесты, и имеется в виду все остальные будут проходить только ПЦР-тесты. Исключение имеют, конечно, те, кто в городе работают, в пригороде живут и работают в городе. Для них, соответственно, со всеми акиматами районов мы направили соответствующие письма о том, что необходимо представить списки всех, кто работает для включения в данную базу, что даст возможность беспрепятственно им проходить через эти блокпосты. Единственное, что просьба, чтобы соблюдали все необходимые мероприятия, имеется в виду документирования, чтобы не было случаев того, как в весеннее время, к сожалению, некоторые предприятия выдавали недостоверные сведения о месте работы наших граждан. Обращаясь к гражданам, хотел бы сказать, что в весеннее время мы разделили город на шесть секторов. В этих шести секторах находится все необходимое для жизнеобеспечения. То есть здесь есть и больницы, здесь и аптеки, здесь и продуктовые магазины, и непродовольственные товары. Просьба гражданам, рекомендация гражданам, чтобы они находились именно в этих зонах, не покидали этих зон. Исключение, конечно, составляет это передвижение в специализированные медицинские учреждения и передвижение на работу. Пользуясь моментом, хотел бы обратиться отдельно к нашим жителям, к старшему поколению, гражданам старше 65 лет. Их у нас в городе почти 45 тысяч. Просьба также вам максимально соблюдать меры, санитарные правила, как можно меньше выходить из дома, соблюдать все требования, санитарные требования, ввиду того, что именно вы больше всего подвержены этим заболеваниям. Я отдельно хотел бы обратиться к родителям. У нас большая часть детей, а это почти 15 тысяч детей, находятся на дистанционном обучении, то есть дома. К сожалению, дети продолжают посещать наиболее общественные места, при этом никаких соблюдений мер, к сожалению, некоторыми детьми не соблюдаются. Просьба к родителям все-таки присматривать за своими детьми, иначе они могут также, скажем так, быть переносчиками, бессимптомными переносчиками данной инфекции. Вот анализ заболеваний наших детей в школах показал, что эти дети все заболели и заразились от родителей. Порядок пересечений я уже объяснил. Хотел бы сказать, что будут усилены, как я уже говорил, меры контроля за всеми субъектами. С 12 октября мы провели более 340 проверок, мониторинг группы проверки провели, на 286 объектах, и, к сожалению, имеется большое количество нарушений. Это как в сфере общественного питания, так и несоблюдение другими организациями санитарных правил. В целом, эти все мероприятия, в первую очередь, направлены на то, чтобы обезопасить наших людей. Уважаемые горожане, только совместными усилиями мы сможем преодолеть те испытания, которые легли на нас. Инфекцию, возможно, вполне воведеть, если мы все будем соблюдать правила масочной режима, правила дистанцирования, санитарные правила. Поэтому берегите себя, берегите своих близких.